Зимой с друзьями мы ходим в баньку. Ну а летом, а летом мы едем на Азовское море. Коса Федотова. База отдыха Перлина-Карпат. Телефон 050-990-3030. Приятного всем отдыха! Перлина-Карпат. Ты еще куполистского знаешь? Мы все-таки их победили. Мы будем почаще выезжать. И выявлять вот таких вот чмошников. У мусоров попадут. Если в деле воду. Будет заместить закос. Эй, мусор, лови разнос. У мусоров попадут. Если в деле воду. Будет заместить закос. Эй, мусор, лови разнос. Мусоры готовьте к силы. Сейчас вас будут здесь очень красиво. Эй, че ты встал сюда? Да блядь, ну как камера-то, доставай-ка. Охуеть. Че-то не видно? А сзади хоть есть? А сзади есть, как видите. Вы идите хоть посмотрите, вы потеряли или специально? Да у меня ноги так болят, выходите. Что-то что делать? В смысле, что делать? Понятия прости. Понятия прости. И не посмотреть ничего. Или это специально сделано. А у вас есть доказательства, что это специально сделано? Нет, я же вас спрашиваю. Можно узнать, кто вы. Сержант полиции. Он сразу написал. Можно узнать, кто вы. Сержант полиции. Ладно, я буду сейчас цифрами оперировать. Закон о полиции. Пункт 3. Статья 18. Будьте так любить. Смотрите, я скажу, что я этот. Петрович, вы мне поверите? Нет. Мне сразу же так и сказали. Вы мне спрашиваете, кто я. Я вам отвечаю, кто я. Противогноз вы не спрашиваете? Ну да, это ошибка. Пожалуйста. Какого года выдано? 19. А можно обратную сторону? Галыч. А какого года? Ой, обратную сторону можно? Обратную. Полиция там и все, да? Это частная какая-то, да, конторная? Частная. Не частная, государственная? Государственная. Я просто читал где-то, что государственная, там определенный бланк должен быть. Ну, определенная сторона, вот оно выглядеть должно. Я же не в курсе. Просто мы тоже, может, карточка у вас в метро. Не, я просто спрашиваю. Ну, просто тоже такие карты. У нас такие есть. Может... Пойдите, скажите. А, давай, я покажу. А как оно должно выглядеть? Подожди, стой, я по-другому вопрос. Чье водительское? Сосвичение водея в определенной категории. Особенно, как и руи транспортный завод. То есть ваше. Там написано так, что это мое. Что я должен пределить? Наши двое тут. Да, нет, документ. Что? Документ. Хочи? Или документ. Да нет, бабки не нужны. Ну как? Бабки не нужны, что ли? А, да, подожди. Сейчас. Это тоже будет документ. Оно есть. Ладно, для чего? Ну как для чего? Вы едете без номерного знака. Давайте так, смотрите. Вы даже не хотите, я просто не могу понять. Вы знаете о том, что вы едете без номерного знака. В смысле, я знаю? Вы что, в мою голову влезли? Нет, я же вас спрашиваю. Я с вами веду диалог. А я с вами монолог. Я вас спрашиваю, вы знаете? Нет. Не знаете? Нет. Смотрите. Если вы хотите все, чтобы отталкивалось от буквы закона, то давайте это так и сделаем. Просто так, просто так. Если вы привыкли, что вам на каждую вашу вымогу водить до стаеб службового посвящения, посвящение водеят, рефицийные документы и дое вам, то в нашем случае это чуть-чуть будет сложнее. Вы только можете применять силу, но при этом должны подумать хорошо о статье 365 Уголовного кодекса. Это так, всегда на будущее всем полицейским говорю. Это чисто так. Если вы скажете, что мне похер на твою 365-ю, вопросов нема. Все. Я с удовольствием поучаствую в вашем замесе. С удовольствием. А я не могу понять, при чем замес. У вас сюда надо занимать по факту. А у вас карточка не соответствует образцу. Ну, потому что вам показать... Не, не, я тоже это сам не делал. Это делал кто-то другой, то, что я вам показал. Дело в том, что, смотрите, есть законодательство Украины, если вы на него ссылаетесь. И мы же, согласно того же законодательства, хотим понять. Вы полицейские или у вас какая-то гражданская организация, может быть там частная. Возможно. Ну, мы с товарищем тоже можем организовать и стоять, как бы... Ну, не то, что обелечивать, а следить там за порядком. Ну, у нас разные цели могут быть. И, собственно, вот я вам показал карточку, которую я сам не делал. А 11.37 четко говорит... 11.37 постанова. Это 28 декабря 2018 года. Она четко говорит, показывает даже в картинках, как должно выглядеть службовое посвящение. 11.37. Ну, а вы мне показали что-то другое. То ли вы мне, ну, в ОМАН вводите, то ли у вас действительно только это. Ну, как бы... И когда вы у меня спрашиваете, нет, оно у вас не соответствует, вот то, что вы мне показываете, я вам ровным счетом то же самое могу сказать. Ну, вы же сами... И обращайтесь куда хотите. Подожди, стой, подожди. Сами прекрасно понимаете. Да ничего. Так и я не сам делал. Я же вам говорю. Я не... Смотрите, я вам еще раз покажу. Смотри, подожди. Вы знаете, что Гераченко сказал? Вы сами понимаете, что у нас идеальная полиция. Вы сами понимаете, что у нас не идеальная водитель. Они позволяют себе ездить пьяными за рулем. Все такое прочее. Я хочу только в рамках закона. Если вам нужно выписать мне постановление... Да, вы можете же это сделать. Делайте, что хотите вообще со мной. Ну, если, конечно, хорошо. Я для начала вообще не могу установить. Это было умышленно сделано или не умышленно. Вы мне даже не ответили на этот вопрос. Да, вы можете не отвечать. Слушайте, вы нормальный вообще человек? Я у вас прошу, вы взятку брали? Вы скажете... Я вам... Вы задаете дурацкий вопрос. Вы задаете дурацкий вопрос. Это то же самое, как вы мне говорите. Вы умышленно это сделали или нет? Я вполне нормальный и адекватный человек, который не будет это делать умышленно. Понимаете? Это то же самое, как вы можете покошмарить людей за то, что он не включил свет днем. Ближний свет. Потом не горит, допустим, правая, левая фара. Либо сзади не горит. И вы за это же пишете постановы. Понимаете? Вы пишете постановы и говорите, вы нарушили. А как человек логически может знать, горит у него или не горит? Вот так и мы теперь. Ну, не теперь, а... Я не могу понять, конкретно я на кого-то выписываю или... Не, ну если заехать и узнать, на кого вы писали... Не, ну у вас конкретно я увидел, что у вас не соответствует образцу ваше посвящение. Это то, что я... Да ладно, это уже полбеды. А вы, ну, вы, наверное, хороший человек. Мы же не говорим там конкретно, что вы делаете. Мы, в общем, говорим там про полицию. Просто вот вы так сейчас утрируете, и я вас... Да как же утрирую? По-нормальному спросил, вы знаете, о том, что... Ну, что нормальный... Я вам сказал, что нет. Зачем мне выходить, если я вам сказал, у меня болят ноги. Я просто спортсмен, быстро бегаю. Понимаете? Я очень быстро бегаю, когда чувствую, что на заднице какие-то приключения. Вот. У меня были на заднице какие-то приключения, и я быстро бежал. Поэтому попросил товарища, я говорю, дай своего доджа, я проедусь это. Ну, что, как бы... Хочу, чтобы ноги разработали. Вот. Вы хотите увидеть мои документы. Я вам объяснил. Мои документы вы увидите, когда вы докажете мою виновность. Виновность. Насколько я знаю, по 62-й... Кстати, давайте вы мне скажете, относятся к уголовному кодексу. Нет. Это уже есть решение судов, где 62-я, она также касается админправого нарушения. Это первый момент. Согласно 32-й, кстати, закона о полиции, насколько я знаю, у вас должны, согласно третьему пункту... Ой, 32-й, по-моему, пункту, должны у вас быть подозрения. Якщо я там порушил лято поля, или у вас есть информация. Вот, когда вы мне покажете эту информацию, вопросов нету. И докажете, что действительно я это нарушил. Я. Понимаете? Сережки. Наши двое за рулем, кто угодно могут быть. Мы едем, фильмец смотрим, ничего никого не трогаем. Хороший фильм, кстати. Включили круиз-контроль, риктовый. А он же, это же Тесла. Он же тельцом на автополете. Я, смотрите, я ничего, конкретно я, ничего не нарушал. Это, наверное, нарушил автомобиль. Претензии должны быть к автомобилю, почему к водителю. Так вы управляете транспортами. А кто вам сказал, что я его управлял? Тут автопилот. Кто вам сказал, что я их управлял? Вы что, видели, что я за руль держался? Здесь, насколько вы понимаете, мы живем в 21-м веке, у меня здесь автопилот стоит. Это как бы логически, чтобы самому задуматься. Что на автомобилях Renault данная модель. А кто вам сказал, что это Renault? Не, ну логически. Додумали же люди создать новую полицию. Вообще, я покупал Доджо, насколько я знаю. У него Доджо. Джей Ти Турбо. Трехлитровый. Знаете, как привод сюда гоняется? 3,2 до сотни разгоняется. Вот я могу этот мотоцикл обогнать за 3 секунды. Ладно, давайте, розят справы, ну все, потом, не, естественно, покажу потом документы. Докажите мою вину, что конкретно я нарушил. И все будет нормально. Ну, именно вот этот момент, когда вы управляли транспортным средством, это я вам не могу показать. Даже если вы это показали мне. Давайте мы вам показываем. Сергей, я вас просто прошу. Если вы хотите в рамках закона, в рамках закона, то давайте действовать покупав. И согласно закону о полиции 32 и 35 статьи. Покажите мне, пожалуйста, уважаемый Сергей. А где этот? Она с полиции. Да, она шпадает. Уважаемый Сергей, покажите мне, пожалуйста, 35-й. Вот смотрите, вы меня остановили согласно 35-й. Какой статьи? Какой пункт? Часть 3-й. Часть 3-й. Если есть у вас информация. А что за информация? Привативные заходы. 31-я. 2-я. Когда проведения правительных полицейских заходов, полицейские обязаны поведомить особи про причину использования для них правительных заходов. А также довести до ее відома нормативно правительные акты на основе, которых используются такие заходы. Это что вы правительный заход сделали таки? Все, я же видите вам. А я же вам сразу объяснил причину остановки. Какой я пункт нарушил? Нет, 2-9-В я не нарушил. 2-9-В? Нет. И суть исполнительного номера 0? Нет. 2-9-В и 30.2. Нет, это же вы предвзято сейчас относитесь. Уже вы решили, что... Ну, человека, он, возможно, не знает про это даже. Возможно, он даже не управлял. Вы же пришли, когда? Через 5 минут. Ну, у вас есть какая-то видеофиксация, что ехала... Да даже если она будет, эта видеофиксация. Ну, даже будет хорошо. И как можно его обвинить в том, что он не делал? Почему не делал? Ну, транспортное средство же двигается, правильно? Так претензии к нему, Сереж. Претензии к этому автомобилю. Зачем вот спросить у него? Подойдите и спросите, зачем ты нарушил? Сука. Сука. Зачем ты водителя подставляешь? У напарника у нас спросите. Напарник идет. Ну, парник, я для этого автомобиля... Сюда бабок, знаете, сколько вложено? В этот космоавтомобиль. Или вам так хочется выписать, не постановление? Я просто всегда переживаю. Как положено. Вот. Правильно. А вы на помощь пришли, товарищ полицейский? Здравствуйте. Здравствуйте. Ох, вот такой голос Ильи Муромца. Вообще, именно такой. Ты понял? Подожди, подожди. Илья Муромец. Ну да, вчера бухнули немного. А ну, включите, что вам пора сказать. А вы что, с Харьковым общаетесь? А-а-а, так у вас тут схемы свои, да? Рабочие. А скажите, пожалуйста, вы подошли для коллегиального рассмотрения? Не, а он как силовая поддержка, правильно? Он чуть маленький, а вы такой Илья Муровец. Такой красава. Мы хотим просто узнать, кто я зашедновил. Мне кажется, что это частная контора. Почему? Потому что удостоверение вот у этого инспектора не соответствует образцу. Почему? Ну, есть, я вам могу уже показать постановление Кабмина, 1137 оно называется. Там оно совсем по-другому выглядит. Вот в чем проблема. Я думаю, может, частники какие-то, может, ну, казаки есть у нас. Знаете, вот эти, ну, разное есть. Ну, вот. Показать вам, да? Показать вам этот, как должен выглядеть? Покажи. 500 ривен, что ты показываешь? Ну, сейчас же, я пока найду, а вы готовьте. Вы готовы. Ну, у нас... Надо книжку почитать, 50 ривен. Это же информация. Это как правовая информация. Ну, мы, как, эти... Кто мы? Юристы. Юристы... Ученые юристы. Юрист, блядь. Теб, блядь, он коров идти по стенам. А есть? Коров. Сейчас, сейчас я вам найду. Серега. Да, я вас слушаю. Давайте что-нибудь сделаем. Либо нормальный мы контент делаем. Подмога пришла. Напрягаться уже не нужно. Так, а, с чего вы взяли, что мы напрягаемся? Мы с вами нормально общаемся. А почему мы напрягаемся? Они даже не расслаблялись. Скажите, а я культурно общаюсь с вами? Я согласен. Культурно. Дело в том, что, видите, моя схема работает. Я вот работаю. Чего им неинтересно? Мне кажется, неинтересно. Знает? Постанова 11 сейчас. А что у вас интернета нет? У вас на посту Wi-Fi есть? Мы, короче, едем. Включили автопилот. Включили кинчик. Так как сегодня 9 мая. Вот смотрим военные фильмы. Нет, она сама, машина, наблюдает за знаками. Ну, короче, я понял. Только зеленых номеров нет, да? А что это за зеленые? Знает, знает. Нет, тут на самом деле 3 литра под капотом. 3 литра? Да. 3,2. 3 киловатта электродвиг. 3,2 разгоняется до сотки. Сейчас я ищу. Но приус иногда прикуривает. У меня, если что, провода есть. Да, все нормально. То есть вы подготовлены, да? Это... По помощи патрульным это то, что надо. Ну, кстати, да. Кстати, да. А вы правда не слышали про 1137? У нас как бы не только приусы есть. У нас и Шкоды, которые тоже. Да, они вообще. Они будут разряжаться. Чего? У вас Шкоды бензиновые. Какие? Ну, а что они будут разряжаться? Аккумулятор садится. А, ну, если так, за это... У меня даже есть канистры с собой, бенз вожу на всякие пожарные, если надо там линуть, лейки есть. Ну, все. То бишь, полностью автомобиль оборудовано. Покомплектованно. Ну, это прекрасно. Книжечки тоже рекламирую. У вас только такая или еще? Разные. Или у вас библиотека? Мне как просто показать или что? Конечно, просто. Ну, ладно. Давайте я вам стекло опущу. Да. А вы туда в салон загляните. Так. Вот сюда в салон там загляните. А, ну, нормально. Друзья, в общем, остановили в Днепропетровской области и Новомосковск. Якобы отсутствуют номера. Полицейские себя ведут адекватно. И посмотрим, что же дальше будет происходить. А ну, подожди. Да, я у богатыря спрошу. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как вас величать? Можно ознакомиться? Будьте так любезны. Да, все, спасибо. Нормально получилось. Я, чтобы вы поняли, я могу забыть Дмитрий. Скажите, пожалуйста, вы же никогда законы ничего не нарушаете? Все у вас, все у вас хорошо, все у вас прекрасно. Ну, конкретно сейчас и так, какой-то. Ну, смотрите, в законе полиции прописано, что, по-моему, 8-ая статья. Скажу своими словами. Вы Е-прикладом. Ага. Вы уверены, что у вас одностроен, все вырегут. Вот по поводу удобно. Удобно это будет тогда, когда вы придете после смены, возьмете бутылочку пива и будете на удобном кресле отдыхать. В данный момент, в данный момент, пока вы находитесь на службе, вы должны выполнять все, что написано в законе о полиции. И все предписания, которые есть. Так вот, я вам скажу, вы нарушаете одностроен 20 статью и 718 приказ. Так вот, там четко и ясно написано о том, какая обувь должна быть у полицейского. Ваш коллега остановил якобы меня за нарушение, но при этом у вас есть нарушение. Да, вы при этом можете сказать, можешь пойти там написать жалобу. Жалоба, и типа вам ничего не будет. Ну, получите там дисциплинарку и все. Нет, смотрите, если усердно задаться целью, чтобы вас привлекли... Я извини, можно, я ремарочку. Это он к чему говорит? Что если говорить, как должно быть, то надо начинать с вас, что вы примером являетесь. И если там перейти уже к нам, что там чего-то не хватает на нашем автомобиле, то, наверное, начать он начинает с вас. Вот в этом его позыв здесь. Понимаете? Блин, на самом деле, я думал, блядь, сейчас будет что-нибудь такое. Я думал, вас хотя бы заломают. А зачем? Ну, для контента. А если есть подозрение, что это двойник? В смысле, ну и что? А если тройник? Вадим. Вадим. Ну, вы понимаете, что как бы контента не будет? Почему? Ну, зачем? В смысле, зачем он нужен? Вы ехали сюда за контентом? Нет. Нет. Мы заблудились. Мы с Харькова выехали, не можем попасть. Как на Харьков вообще? А мы хотим харьковских мусоров погонять. А, в Харьков? Да. Там такие упыри находятся, вообще, мною, блядь. Да ну, чистые упыри. А передайте, что, короче, пацаны, вас тут какие-то говно-активисты разыскивают. Может, подтянете сюда, сейчас мы им наваляем, дадим под затыльником там парочку. И это, вызовите, там Чепель, я знаю, там я у кого-то видео видел, Чепель Сашка есть, 4-го батальона 3-й роты. Вон там, да, в Харькове. Свержитесь, Саня, подтянись туда, надень балаклаву там все такое-то. Я вот их споймал, вот этих этих. Сейчас мы им, короче, напихаем. Разовод не о чем-то. В смысле, не о чем? Ну, мы к вам не останавливались, заметьте. Заметьте, не я это начинал. Мы к вам не останавливались. Ну, не обращались, не спрашивая ничего. То есть, увидели жест. Громче, блядь, говорю. Да я уже как могу громче, просто отсюда же. Я говорю, мы к вам не останавливались. То есть, увидели какой-то жест, а, с двух сторон. Что, вроде, человек хочет, чтобы мы остановились. Ну, мы поэтому встали. Я говорю, по-моему, машут, а мы кино смотрим. Едем и кино смотрим. Да, как раз День Победы, тут военная тематика. Спида. Едем. Скоро другой холод почуешь. Говорю, по-моему, кто-то... Тут акустика, все чики-пуки. Через две недели замок. Это же это не простой автомобиль, я понял? Он заряженный. Он заряженный нормально. Там даже камера еще стоит. Даже еще там пишет. А, сзади? Сзади еще пишет. Вот, можете увидеть себя. Что? Она в очки спрятана. И что где пишет? Там везде у нас. Везде. Камеры везде стоят. Мы даже если выключаем, они автоматически пишут. Не, камеры везде. Ну вот, вот это, допустим, не пишет. Потому что... А я встраивался под нее. Не, у нас вот это пишет. Вот это пишет. Вот это пишет. Сзади пишет. В салоне пишет. Ну, везде пишет. Я так не могу не сплачать. Видосик. Заходите на воду с Харьков. А, воду с Харьков. Да. Блять, что-то знакомое. Где-то, наверное, я вас видел. Может, может. А когда смотреть? Да, у себя тоже выпущены. Байдужи грамотянын еще есть. Ну, у нее такой очковый канал, в принципе. Да, у меня такое. Смотри, я же в день в день не выпускаю. Короче, как вы смонтируете там? Не, я его отлаживаю. Как бы, оно у меня лежит. Ждет своей очереди. У меня по очереди. Ну, все. Вы в очереди. Посмотри, красава какой. А ну, стой, подожди. Вот это именно пример, блядь. У вас тоже ID-карта? Да, да. Вообще, красавчик. Тоже с ID-картой вы? Да. Да, блядь, забей, Эдик. Вы еще. Ну, Казакиж, да? Или другая организация? Казацкого рода. А, ну так все. Можно это не называть, пожалуйста? Ну, сидят одни уже там. Казацкого рода. Что вы там увидели на автомобиле? Нравится? К сожалению, его не продаете. Он не продается. Это... Такой только у него и у Майкла Джекса. У него только и у Майкла Джекса. Кого обрисовались? Не, никто не рисовал. Я серьезно, это тюнилованный автомобиль. Вы что, прикалывали? Да, дождь замаскированный под дремой. Да. Так, и когда вы ехали? Куда он там дорог? Мы в Харьков ищем дорогу. Мы на окружную. В Харькова вновь. Ладно, короче, давай я тайну открою. Короче, мужики. Честно говорю. Попросили присмотреть заварь. Поняли? Чтоб никто не обижал. Короче, мы теперь смотрящие. Никто лишний раз там знаки не выкидывал. Поняли? Чтоб было все культурненько это. Все нормально, да? Да. Все огонь. Мы просто будем присматривать за вами. Будем стоять в стороночке. Вдруг какой-то кипиш со стороны. Мы подлетаем и берем весь удар на себя. Поняли? Ну все. Слово пацана, правильно? Да, пацаны. Скажи гадам. Так что будем делать? Блядь, ну уже пиши постановление, да я поеду. Слушай, или расстреляй его. Ты с автоматом. Блядь, ну по-моему еще здравый человек. Хотя бы в ногу. Расстреляй тоже. Ну в ногу ему стрель. Слышишь? Не, ну это будет резонанс. Ну резонанс, да, но затем. Слушай, будет резонанс, когда шокеры вам выдадут. Вот шокером тебя... Да, нахуй шокеры я тебе умоляю. Он, блядь, это фляга, что тебя там режет? Да нет. Эти рожки у него. Не, я просто... Расскажи, в армии не служили? Нет. Посмотри на него, какая армия. Или послалов не разу? Кто в армии служил, такие кепки носят, расскажи. Какие? Вот так, как у него. Все. Не, ну молодые, конечно. Молодые, да? Ну а ты в армии был немолодой. А что, разве полицию берут только после армии? Насколько я знаю, сейчас всех берут там, да? И наркоманов, и по ОЛХу. Я по ОЛХу хотел устроить, но я по возрасту не прохожу. Все. А так бы пошел бы вот таких бы... Ладно, давай, заканяй. Ладно, друзья, в общем... Это новомосковский пост, да, у нас получается? Как правильно он звучит? Так не получается, что да. Друзья, в общем, мы оказались в Днепропетровской области, новомосковский пост. Ребята вполне адекватные. Даже вы видели, сами сфотографировал. Без всяких вопросов, как некоторые, блядь, начинают рассказывать. Я не дам на камеру. Я еще раз повторяю. Давай ты будешь дома. А здесь ты должен выполнять и служить народу. Поэтому, друзья, вы знаете, что делать? Ставим лайки, подписываемся на канал. А мы с Эдиком погнали дальше.